Тепло, которым можно управлять. Глава Самары Елена Лапушкина и директор самарского филиала Т-Плюс Александр Гришатов побывали в детском саду номер 358. Осенью прошлого года там было установлено оборудование для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Дошкольное учреждение стало участником пилотного проекта, направленного на обеспечение комфортной температуры в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, оборудование исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя. Мы реализуем в этом году пилотные проекты на ряде как многоквартирных домов, так и объектах социальной сферы и дооснащаем старые узлы тепловые, автоматикой регулирования погодных. Она включает в себя как датчики контроля температуры и давления, так и насосы смешения, которые позволяют в нужный момент времени подавать оптимальное количество тепловой энергии для осуществления отопления зданий. Также в планах замена системы отопления на втором этаже детского сада. По словам заведующей, система отопления в учреждении была запущена в 1970 году и уже устарела. Сейчас с легкостью удается поддерживать в группах не ниже 22 градусов тепла. Требования САНПИ на минимальную температуру предполагают 21, но 22 – это самая комфортная температура, то есть здесь уже ни респираторные, ни вирусные заболевания не развиваются, и дети, они же все время двигаются, то есть они не стоят, не сидят, поэтому для них это оптимально хорошо. То есть все ходят в шортиках, в носочках, в гольфиках, в платьицах с коротким рукавом. После завершения отопительного сезона станет понятно, удалось ли сэкономить средства благодаря работе новой системы. В Самарской области аналогичным оборудованием оснастили 9 объектов. В Самаре это лицей информационных технологий, многоквартирные дома в Советском и железнодорожном районах. Виктория Шарой, Константин Головин, События.